Мьера, пиано-бой одна на телеканале Матюр. Поздравляю! Все же в интернете... Поздравлять надо Алексея Сагамонова, который придумал идею и реализовал клип. Потому что я здесь, как видите, так рядом постоял, у меня в кипе нет, и меня это очень радует. Зато появилась возможность снять красивую девушку, которая куда-то едет, куда-то убегает, бежит. Много красивой Украины, украинской природы. Много желтых ботинок. Желтых ботинок? Конца до конца. Я знаю, что девушку выбирали, прям был какой-то кассинг. Да, был колоссальный кассинг. А кто выбирал? Алексей Сагамонова. Алексей все-таки. Да, это, кто не знает, продюсер в компании «Музыка для масс», которая занимается делами бомбокса и пьяный бой. Совпала девушка с теми мыслями, когда писалась песня? Ну, был какой-то образ же собирательный, когда вы писали песню? Или это была, может, не девушка? Могла быть, не девочка? Не, ну я не пишу про ёжика в песне. Ну да, ну просто был же какой-то образ, лицо было? Ну, конечно, всегда какой-то есть образ. Всегда, когда пишешь где-то на подкорке, понимаешь, для кого это поёшь, но не всегда можешь объяснить. Это какой-то, знаете, наверное, всё-таки собирательный. В случае с этой песней это никакого конкретного человека здесь нет. Скорее, собирательный образ человека, неважно, девушки или парня, просто девушку всегда приятнее снимать, который, ну, пытается как-то вообще решить вопрос бегством от ситуации, от проблем, не обязательно от страны, вот, просто от ситуации, в которой он находится. И там песня прямым текстом говорится, что везде, например, одно и то же, пока в себе не разобрался, ничего не получится. Все же, конечно же, интересуются по поводу эмиграции, этого значения слова именно в этой песне. Ваше отношение к эмиграции, вы хотите куда-то уехать, все просто заваляете вопросами. Там дело не в эмиграции, вообще, там, скорее, слово граница существует, уедет за границу, граница чего, перейдёт за черту, то есть можно это так трактовать. Но если уж говорить, то есть конкретно в этой песне, речь идёт о том, чтобы перейти определённую черту, что-то переступить в себе, либо избавиться от комплексов, сбросить кожу, уехать, в конце концов, в другую страну, это то же самое. Люди у нас к эмиграции относятся так как-то очень серьёзно, потому что, мне кажется, не понимают, что расстояние очень условно. Вы всегда можете вернуться, переместиться, вы можете работать за границей. Не нужно относиться к этому как к предательству или как к какому-то финальному решению в своей жизни. Но действительно, сейчас очень многие мои друзья уехали, а друзей у меня всегда было вот на одной руке, можно пересчитать, и практически никого не осталось. Ну, заложено, что делать? Вопросы с контакта. Есть друзей много, ну, друзей с контакта, которые... Сейчас мы зададим вопросы. Ответим за всё. Ответим за всё. Вид Марии Назаровой. Вопрос. Ещё на вашу думку, счастье в трёх словах? Счастье в трёх словах? Если можно, их в трёх словах. Когда придёт, не знаю. Можно так? Когда придёт четыре. А, четыре, да. Знаю. Никогда... Его никогда не ждёшь. Вот. Можно так, потому что счастье для меня это не намазанный... не намазанный экран на бутерброд, который счастье получил. Счастье – это когда вот тепло, оно прямо растекается по своему телу. Это бывает очень быстротечно, очень коротко, отлится обычно секунд десять. Вот. И потом в следующий раз приходит в другой раз. Поэтому... Но при этом я себя считаю вполне счастливым человеком. Несмотря на то, что не испытываю это чувство постоянно. Максим Мельников говорит, что ему очень нравится новая плативка. Виншот до слуха в Егидо Дыр. Ух ты, клево. И вы тоже счастливы. Ну, берёте скотч, заклеиваете и дослушаете дальше. И ещё дальше. Слушайте, слушайте. Да, вот если вам так понравилось, можете подождать, пока выйдет виниловая пластинка. Я думаю, что это... Я надеюсь, по крайней мере, что новые пластинки группы «Бумбокс» и пластинка «Клиэнобой», которые выйдут на виниле, спровоцируют бум покупки виниловых проигрывателей. Вот. Либо люди достанут свои старые. Потому что есть в музыке определённые частоты нижние, которые пропали с появлением CD-дисков. А коль скоро CD-диски уже тоже пропали, мне кажется, пора вернуться к старому доброму. Согласна. Но главное всё-таки это то, что на них записано, и на чём вы это слушаете, лично мне абсолютно не важно. Вот. Главное, чтобы как-то вы через себя это пропускали, и это давало вам страшную силу. Мощнее, чем у Дарт Вейдера и этих всех джедаев. Силу жить, радоваться, любить и вообще кайфовать. Сегодня такую страшную силу, кстати, вы сможете услышать в Коктебеле. Потому что Дима Шуров буквально со студии сразу же уезжает, улетает, уплывает в Коктебель. У меня вот телепортатор маленький. Да, сейчас мы нажмём кнопочку, и всё. И буквально вечером вы сможете послушать группу «Пиано Бой» в Коктебеле. Да. Вот, в общем, если у вас тоже есть телепортатор, то... Вы можете. Быстро нажимайте эту кнопочку. Спасибо большое, Дима. До скорой встречи. И вам тоже. Спасибо большое Диме Шурову за этот позитив и за утреннюю хорошую музыку. А мы продолжаем Готен Морген. Оставайтесь вместе с нами. И до встречи. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин — Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...